Первое послание Тимофею, глава шестая. И возлюбленные, и благодетельствуют им, учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигам веры. Держись в вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Пред Богом все животворящим и перед Христом и Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещают тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, Которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.